Появление в семье отчего или мачехи для ребенка является большим психологическим стрессом. И только от взрослых зависит, как ребенок воспримет нового папу или маму, и получится ли создать им новую крепкую и дружную семью. Появление постороннего взрослого человека в семье, в которой уже имеются дети, не может пройти незамеченным. Конечно, есть семьи, в которых подобные изменения протекают практически безболезненно. Однако так везет далеко не всем. Обсудить этот сложный вопрос мы решили с психологом Ольгой Кротовой. За основу мы взяли более традиционную ситуацию, когда в семью приходит новый папа. Ведь после развода дети чаще всего остаются жить с мамами. Хотя сегодня немало примеров, когда детей воспитывают и отцы. Итак, у мамы появился новый избранник. Первое, что стоит запомнить женщине, что знакомить ребенка с мужчиной нужно только тогда, когда вы абсолютно уверены в серьезности намерений. И делать это нужно очень аккуратно, не форсируя события. Если после развода у мамы появился мужчина, мама, как бы вы друг друга не любили, как бы вы не могли жить без друг, без друга, вы помните, что у вас есть ребенок, а иногда двое. Вы должны максимально оттянуть момент совместного проживания с этим мужчиной. Что должно произойти? Вы должны сначала, как бы нечаянно, познакомить своего ребенка или своих детей с этим мужчиной. Пойти вместе погулять. Это мой новый знакомый. Зовут так-то, так-то. Раз вы решили познакомить своего ребенка с новым мужчиной, с которым вы планируете совместное проживание, вам надо потихонечку начать диалоги об этом мужчине. Помнишь, мы видели с тобой дядю Сашу? Как тебе дядя Саша? Это мамин друг. Мама с ним созванивается по телефону, разговаривает. Он, например, мой сын служивец по работе. Мы там вместе работаем. И потихонечку начинает говорить. Потом в какой-то момент скажет, сынок, звонил дядя Саша, приглашает нас в кино вместе. Как ты считаешь? Пойдем сходим. То есть вот такие моменты. Сначала совместных прогулок, совместных посещений. Дядя, этот дядя потихоньку начинает больше обращать внимание на ребенка. То есть, о, привет, дружище, как дела? Если ребенок рассказал в прошлый раз какую-то историю, которая с ним произошла, то обязательно он должен вернуться к этой истории и сказать, ну, как у тебя там все закончилось, что, как у тебя разрешилась там ситуация такая-то, такая-то. Тем самым он покажет, что он ребенку не безразличен. Что он не просто интересуется мамой, а интересуется действительно и этим ребенком, и жизнью ребенка. Вести диалог не с мамой, а вести диалог втроем. Мама, друг новый и ребенок. То есть, чтобы в диалоге, в прогулке участвовали трое. Не так, ребенок, ты иди вот так погуляй, а мы там сзади Петя сейчас походим, тут по оленьке поразговариваем. Как говорят психологи, устроить ребенку встречу с новым маминым знакомым лучше на нейтральной территории. Не стоит приводить мужчину домой и говорить своему несовершеннолетнему ребенку, «Теперь этот дядя будет жить с нами». Это будет не самый лучший сюрприз, и вряд ли ребенок обрадуется. Привыкание ребенка к присутствию нового дяди должно проходить постепенно. В какой-то момент потом дядя может прийти к вам в гости, провести вечер с вами, посмотреть мультфильм, посидеть, что-то сделать. Например, у мамы есть какие-то дела, или мама может себе, чтобы мужчины с ребенком более так сблизились, придумать себе какие-то там дела, а им дать какое-то задание, с которым могут справиться только мужчины. Пойти прибить гвоздь или поправить еще что-то где-то дома. Ей попросить, иди, ты же не знаешь, то есть дядя Саша не знает, где у нас лежат инструменты. Пойди, помоги, пожалуйста, дяде Саше, покажи, что и как, если нужна ему будет помощь мужская, то есть ты ему сделаешь. Вот именно в таких моментах начинает сближение. Можно придумать какие-либо новые совместные занятия. Задача женщины в этой ситуации – ненавязчиво подталкивать их друг к другу. Стимулировать одного обратиться за помощью, а другого – помогать. Также психологи не советуют мужчинам, создающим семью с женщиной, с ребенком, пытаться сразу влезть в роль папы. Особенно, если ребенок продолжает общаться с родным отцом. Вполне достаточно, если ваш новый муж постарается стать для ребенка старшим другом и наставником. Авторитетным, умным и доброжелательным, которому всегда можно обратиться за помощью или советом. Когда ребенок общается с родным отцом и появляется какой-то дяденька, что чувствует ребенок? Ребенок чувствует предательство. Ребенок чувствует предательство. Ребенок в какие-то моменты, он категорически отказывается встречаться с этим человеком. Он категорически отказывается при встрече разговаривать и что-либо рассказывать ему. Он всячески отстраняется от него, показывая всем своим видом пренебрежение, неуважение, злость, недовольство к этому маминому новому другу. По какой причине? Не потому, что ему не нравится дядя, а по той причине, что он переживает за папу. В его сейчас детском восприятии хорошее общение с новым маминым дядей – это предательство его родного отца. Он не может себе такое позволить. Он должен сначала аккуратно посмотреть, поговорить, что и как произошло. Хорошо, если родители после развода очень хорошо общаются. И тогда он говорит, ну как тебе мамин новый друг, когда папа заводит этот речь, диалог? Это говорит уже о том, что это не запретная тема. Запрета на этой теме нет, ребенок выдыхает, он понимает, что здесь плохого ничего нет. Да, был там новый дядя какой-то, мы там ходили с ним в кино. Еще один сложный период, когда ребенку трудно объяснить, что мама будет жить с новым мужчиной – это подростковый возраст. В этом случае под воздействием гормонов и эмоциональных перепадов подросткового возраста ребенок может выражать свое недовольство в виде истерик, скандалов, он может хлопать дверью и уходить из дома. И вот почему. Если развод происходил бурно, если папа действительно был виновником развода, то мама говорила, уходи, мы там с дочерью или сыном проживем сами, нам такой отец не нужен, ты нас предал и все остальное. Ребенок понимает, что мама за него горой. Папа предал, она же слышит маму. Папа предал, я остаюсь с мамой. Я вот там, мы с мамой вдвоем, мы с мамой справимся. Если мы такие, папа плохой, папа нас предал. На самом деле, когда через какое-то время появляется у мамы мужчина, ребенок-подросток понимает, что теперь его предали. И ему кажется, что мама же говорила, мы вдвоем проживем, нам никто не нужен, нам такой отец не нужен. Ребенок привыкает к тому, что он принимает позицию, что теперь мы с мамой будем жить вдвоем. И через какой-то момент появляется мужчина. Что мама делает? Она предает ребенка. В глазах ребенка она его предает. Ты обещала мне, что мы будем вдвоем, что мы будем только вдвоем. Тут какой-то появился непонятно что-то человек, который действительно отнимает внимание мамина на себя. Ребенок страдает, ребенок злится. Вот в таких ситуациях ребенок-подросток может сказать, ты плохая, я ухожу к отцу. Как любая любящая мать, в конфликтных ситуациях с собственным ребенком, женщина должна показать, что он для нее на первом месте. И никакой новый дядя не заставит ее любить свое чадо меньше. В свою очередь мужчина, который знакомится с женщиной, с ребенком, тоже должен понимать, что это единое целое. И от того, как он найдет подход к ребенку, будет ли его любить и уважать, зависит вся их дальнейшая семейная жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok